Приветствую вас. Давайте мы с вами начнем с того, что определим конфликт. Вот вы встречались с мужчиной. Встречались мы с ним, ну, в какое-то время, да, в общем, не важно какое, но встречались. Значит, вот у вас чувства прошли к мужчине. Ну, в принципе, это нормально, что чувства прошли. В этом нет ничего аномального, в этом нет ничего неестественного. Вот. Чувства проходят, так бывает. Но ваш конфликт, он в том, что вы по какой-то причине считаете, что ваши чувства не должны были проходить. Вот, эээ... Как это видится мне? То есть, вы испытываете вину перед мужчиной за то, что у вас прошли чувства. И вот эта вина, ну, либо страх, может быть, и мешает вам правильно поступить. Смотрите, вы говорите, и я не знаю, как правильно с ним расстаться. Скажите, Ирина, а как можно правильно расстаться? И правильно расстаться – это как? Вот в буквальном смысле слова правильно расстаться – это как? Что вы, грубо говоря, вкладываете для себя в это понятие – в понятие правильного расставания? Вы думаете, что можно подобрать какие-то слова для того, чтобы мужчине было легче? Ну, я имею в виду, чтобы, вы думаете, что, может, можно подобрать какие-то правильные слова, чтобы мужчина не переживал или переживал, но в меньшей степени. Вы серьезно так считаете? Ну, на самом деле, я думаю, что если вы так и думаете, то вы ошибаетесь, вы подвержены иллюзии. Вот, потому что есть ситуации, в которых нету каких-то адекватных слов, адекватных позиций, адекватного мнения, значит, и есть ситуации, в которых нельзя сгладить углы. Нельзя сгладить углы, значит, при столкновении с какими-либо обстоятельствами. Поэтому, Ирина, давайте мы с вами все-таки посмотрим на ситуацию объективно. Значит, вам что-то мешает сказать мужчине правду. Что-то мешает. Что-то не позволяет вам это делать. Вот. А я пока, конечно, не могу сказать, что именно мешает вам. Потому что, ну, информации о вас очень мало. Но, нужно выяснить, что именно вам мешает и почему. И только после этого вы сможете избавиться от этого самого, вот, ну, негатива, да? То есть, либо это чувство вины, либо вот еще какие-то вещи и так далее. То есть, все это нужно с вами разбирать. Все это нужно с вами рассматривать. Вот. Если вы испытываете вину за то, что, значит, ну, хотите расстаться с мужчиной, то подумайте о том, подумайте как следует о том, счастлив ли ваш мужчина сейчас, на данный момент. То есть, насколько человек счастлив вот с вами здесь и сейчас. Ведь вы, по сути, лишаете его отношений здоровых, адекватных, комфортных и так далее. И, на мой взгляд, на мой взгляд, ключевой момент заключается в том, чтобы вы просто подумали о том, сделаете ли вы реально хуже человеку. Человеку. Тем, что, допустим, ну, с ним расстанетесь. Вот. А сделаете ли вы ему реально хуже? На мой взгляд, если вы останетесь с ним, то вы его освободите. Вот. Но вопрос в том, вопрос в том, хотите ли вы освободить мужчину. Может быть, подсознательно вы желаете того, чтобы человек оставался с вами? Может быть, вы желаете того, чтобы мужчина всё равно был с вами? Может быть, вам хочется, чтобы, ну, чтобы человек нуждался с вас, чтобы он продолжал зависеть от вас? Ну и, собственно, так далее. Вот. То есть, подумайте. Подумайте на эти темы. Вот. И, когда вы говорите о том, что хотите поступить правильно, что вы имеете в виду? Что для вас правильно? Какие у вас, например, представления о, ну, допустим, любви? Какие у вас представления, допустим, об отношениях? Какими вы считаете должны быть отношения? То есть, вы считаете, что отношения, например, должны быть не свободными, как у вас? Или всё-таки вы считаете, что отношения должны быть, ну, по желанию друг друга, по желанию каждого из партнёров? Знаете, какая история? Что-то тут вот тоже нужно определиться с этим. А если же вы просто, ну вот, просто не знаете, как поступить? Да, то есть, ну, просто не знаете. Вот. Если вы просто не знаете, что вам делать. То есть, просто, ну, просто, ну, не научены, как вести себя в подобных ситуациях. Да? То я думаю, думаю, что можно порекомендовать вам, скорее всего. Скажите мужчине о том, что вы хотите сделать паузу. Просто паузу в отношениях. Эта пауза, она не обязательно, ну, не обязательно может быть большую, она не обязательно может быть длинной по вашим словам. Вот. То есть, именно вот, когда вы, ну, будете говорить мужчине об этом. Ну, скажите, что вы хотите сделать небольшую паузу. Вот. И после этого, после этого, вам нужно, эээ, просто-напросто немножечко передохнуть друг от друга. Вот и всё. И потом вам будет легче. Вам будет легче, эээ, сказать мужчине о том, что вы больше не хотите с ним находиться в отношениях, или что у вас нет к нему живутцев и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот, то есть, вы можете сделать так. А вы можете сделать немножечко и по-другому. Вы можете, эээ, сказать мужчине сразу, что дорогой, прости меня, но я не могу больше быть с тобой. Эээ, у меня нет к тебе живут и так далее, или просто, что я принял решение, да, нам с тобой дальше не по пути. Вот. В любом случае, в любом случае, в любом случае, мужчине будет больно, конечно, в любом случае, мужчине будет, эээ, тяжело это принять и понять. Вот. Ну, особенно, сразу. Эээ, но, эта боль, которую он будет испытывать, да, эта боль, она будет освобождающей, на самом деле. То есть, мужчина сможет идти дальше, а мужчина будет двигаться дальше, эээ, по жизни. А, не, не будет цепляться за вас и за то, что вы, ну, делаете, да, за ваши, за ваши отношения, вот. То есть, я полагаю, что, эээ, нужно, вот, в этом направлении, эээ, думать, эээ, в первую очередь. Вот. В целом, эээ, в целом, мне кажется, что первоначально, эээ, первоначально, эээ, нужно именно рассмотреть причину вашей неуверенности и внутреннего конфликта. А уже после этого, эээ, корректировать ваше поведение. Вот. Думается мне, что, эээ, в основе того, что вы не знаете, лежит элементарная неуверенность в себе, а, плюс, может быть, эээ, какие-то некие, эээ, вторичные, эээ, потребности, вот, которые, может быть, вы не осознаете. То есть, это может быть защищенность, значимость, значимость, социальный статус, вот. Вот. А, ну, то есть, все эти вещи, которые для вас важны, вот, но, которые могут быть, эээ, не столь актуальны сейчас, но будут, будут актуальны, если вы, эээ, с мужчиной, например, с мужчиной, эээ, расстанетесь. Вот. Я думаю, что, эээ, так. Иногда, если, эээ, тяжело говорить, люди пишут письмо вам, где объясняют подробно, эээ, свои, как бы, ну, свою позицию, свое решение, так легче. Вот. Вы просто-напросто подумайте, чего хотите для мужчины. Именно для мужчины чего хотите. Ну, человек ни в чем не виноват, да. Не виноват, что у вас почти чувства, ээ, плохого, ничего не делают. Вот. Ну и, соответственно, разве достойно того, чтобы вы с ним так обращались? Я думаю, нет. Поэтому боль, она бывает двух видов. Боль бывает разрушающая и боль бывает очищающая, обновляющая. Так вот, эээ, в данном случае, если вы от мужчины уйдете, ему будет больно, но это будет боль очищения, обновления. Потому что эта боль позволит ему двигаться вперед. А пока, да, мужчине не больно, эээ, да, мужчина не страдает, может быть, но он, эээ, и никуда не идет. И если у него не хватает духу, эээ, разорвать отношения, ну, ну, вот, между вами, то это нужно сделать вам. Хотя бы ради себя. Что касается чувства вины, то это разграничение ответственности. То есть вот, за что ответственен вы и за что ответственен он. Вы ответственны за то, что у вас пропали чувства? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Потому что чувства мы не управляем. Это вот и все. Но конфликт, конфликт, его нужно рассматривать, потому что он, эээ, как правило, имеет более глубокие корни. То есть если вы, вы не можете принять решение относительно парня своего, эээ, не можете расстаться с мужчиной, да. Хотя, у вас нет чувства к нему. Если вы не можете расстаться с тем, ну, скорее всего, вы где-то еще, также, эээ, проявляете свою неуверенность. Что мешает вам, эээ, по жизни и что, эээ, в общем-то, приводит к страданиям, к боли, к эээ, отмазкам, к обману и так далее. Ну, по сути дела, к эээ, ложной жизни. Вот. И иногда понимаете, что в этот момент вы не живете. В этот момент вы, эээ, просто существуете, просто перебиваетесь, просто выживаете. Вот. Я не думаю, что выживание, а не жизнь, это ваш выбор. Поэтому, поэтому в данном конкретном случае, эээ, воспримите вашу проблему, как некое средство для того, чтобы стать свободной. То есть, то есть, чувствуете к эээ, кому-либо, что-либо, поступаете в соответствии с этим. Не чувствуете что-либо к кому-либо, не поступаете. И все. Но это очень просто. На самом деле. И если вы разрешите эту ситуацию с мужчиной, и поймете, каково это, когда ваш внутренний порыв реализуется в реальной жизни, я уверен, вы больше никогда не, эээ, позволите себе оказаться в подобном подвешенном состоянии. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр!